Здравствуйте коллеги! Приветствую вас в мастерской Амурские украсы. Зовут меня Донской Николай. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о стамесках. Вы знаете, что в стране у нас какое экономическое положение, то есть зарубежных каких-то стамесок нам уже не видеть как собственных ушей. Но хотел бы вас порадовать тем, что наши стамески они не хуже, а местами даже лучше. Потому что они доступны по цене, они производятся у нас в стране. Я имею ввиду стамески Александра Корнеева. Вот эти стамески, которые были производства СССР, это худфондовская стамесочка. У меня их несколько штук осталось еще с 20-летнего периода, что где-то лет 20 назад я пользовался этими стамесками. Свежие стамески это вот компания Оскар, это украинская. Вы знаете какие там события, тоже этих стамесок мы на рынке сейчас уже наверное не найдем и не увидим. Поэтому я хотел бы обратить ваше внимание тех, у кого стоит вопрос, какими стамесками вооружаться для резьбы по дереву, я рекомендую стамески Александра Корнеева. Вот базовая стамеска Александра. Это отлогая стамеска. Вот так она выглядит. Вот это вот новый, уже то что я ему заказываю, короткая база, короткая версия стамески отлогой. Ну я еще и для удобства попросил сделать вот такую форму ручек. В процессе занятия резьбой, у меня инструменты мои стамески вот с такого размера стамеска стачивается до вот такой величины. Видите, вот 4 сантиметра буквально. Здесь полотно базовой стамески Александра Корнеева 9 сантиметров. И занимаясь резьбой, я ощущаю преимущество для своей техники резьбы. То есть я, вы видите, занимаюсь резьбой стоя на верстаке. Такая высота, у меня там где-то я снимал видео, почему такая высота. Вот, верстака я имею ввиду. И ощущаю, что в работе мне удобнее пользоваться короткими стамесками. Поэтому Александра я попросил вместо 9 сантиметров, попросил его сделать 6. 6 сантиметров это длина самого лезвия. Закалка остается на прежнем уровне 5-6 сантиметров. Поэтому почти стамеска вырабатывается почти до конца. Сегодня я покажу вам, как я затачиваю клюкарзу. Это не просто мое желание, это постоянно задаваемый вопрос в комментарии. Как вы затачиваете клюкарзу? Вот, клюкарза это от Александра Корнеева. Она прям с кузни. Давайте я вам в двух словах объясню этап заточки. Потом это под хорошую песню Владимира Капункина мы посмотрим, как я это делаю. Внутреннюю сторону клюкарзы полируем. Делаем зеркальный. Внешнюю сторону на грубом камне доводим до кромочки жала. Выводим. Потом я с помощью алмазной чашки делаю жало. И уже на войлочном круге с пастой полирую. И уже стамеска готова. То есть несколько операций, которые я вам сейчас покажу. Я уже ворачиваться в эфир не буду. Посмотрите, как она будет работать. Давайте слушать песню Владимира Капункина. Вам желаю творческих успехов! Здоровья! До следующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он на небо бегун, он на ночи лая Потихоньку расцветает то, от чего льды ночи тают И сердцем опять рождают радости цветы Сохраняя этот праздник, уйдет душа Божий корабль Пользенным душевным рекам в радости и любви Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот такие вот дела ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА